Всем привет, друзья! Итак, в этом видео мы рассмотрим четвёртый и последний из четырёх отрезков времени, которые у нас в нашем ежедневном прогнозе эмоциональной погоды дня обозначаются как час упадка сил. В скобочках там написано «сосредотачивайся». Час упадка сил. Поэтому мы рассмотрим, какие характеристики этого отрезка и как мы можем его использовать себе во благо. Так же, как рахукалам, ну и как любое неблагоприятное время, мы, согласно пониманию йогов, любое неблагоприятное время может быть использовано себе во благо, если, во-первых, я знаю, что это неблагоприятное время, во-вторых, если я понимаю, чем оно неблагоприятно, то есть, если я знаю, что оно неблагоприятно и понимаю, чем оно неблагоприятно, я, соответственно, уже могу сделать вывод о том, как я могу его использовать себе во благо. Ну, например, рахукалам мы уже рассмотрели, как можно неблагоприятный отрезок времени использовать себе во благо. То же самое касается и такого отрезка времени, который бывает в каждых сутках – это ямагантам. Ямагантам тоже рассчитывается определенным образом, но рассчитывать это самостоятельно нет необходимости, потому что я это делаю для вас каждый день и отмечаю это в ежедневных прогнозах эмоциональной погоды дня, которые публикую в телеграм-канале Евгения Йогин и дублирую в группе ВКонтакте Евгения Йогин. Если вы хотите быть в курсе всех этих отрезков и общей эмоциональной погоды каждого дня, можете на эти каналы подписаться и каждое утро будете получать прогноз на текущие сутки с упоминанием вот этих каждого из четырех отрезков. Итак, ямагантам, чем характерен этот отрезок дня? Из названия понятно, что за этот отрезок времени у нас отвечает Бог смерти, которого зовут Яма. Понятно, что ничего хорошего в этот промежуток времени ждать не стоит, но здесь, другими словами, это отрезок времени, когда энергетический потенциал опускается к отметке ноль. То есть, ну вот у нас в прогнозе это называется час упадка силы, это буквально так и есть. Мы этого не замечаем, когда мы не отдаем просто себе в этом отчета. Но если мы начинаем за этими промежутками времени следить, мы обязательно в этом убеждаемся, что вот именно в эти отрезки времени у нас идет какой-то спад энергии, спад активности. Нам хочется как-то отключиться от какого-то активного общения, присесть, может быть, немножко там успокоиться, задуматься о чем-то, а куда я, собственно, сейчас бегу. Немножечко, может быть, обратиться внутрь и как-то проанализировать, а что сейчас вокруг меня происходит. Может быть, мне не надо сейчас никуда бежать, а может мне как раз нужно посидеть, и пусть этот автобус уйдет без меня, а может быть, там за углом с ним случится что-то нехорошее. Не дай бог, конечно. Но вот этот отрезок времени как раз важен с точки зрения того, что нужно вот именно на такие моменты обратить внимание. Куда я бегу? То есть, это такой отрезок времени, когда нужно просто остановиться и оглядеться вокруг. А не стоит ли мне взять небольшую паузу? Да, сейчас пройдет там 40 минут или 30 минут, или сколько я могу себе позволить, пусть даже 5 минут, да? Но, и я потом побегу дальше. Но, по крайней мере, я побегу дальше более осознанно, и я буду более внимательно смотреть по сторонам. И в течение этого промежутка Яма Гандам, если мне все равно надо бежать, то я буду более внимательно смотреть под ноги и не споткнусь там, где мог бы споткнуться, если бы я бежал и смотрел куда-то вдаль. То есть, вот этот промежуток времени, отрезок времени Яма Гандам, он именно об этом. То есть, стой, остановись, успокойся, посмотри по сторонам, что с тобой происходит. Возьми паузу, если это возможно. Просто отдышись, чтобы чуть более спокойно продолжить свой путь по этому дню, когда этот промежуток времени закончится. Или если нет времени ждать, пока он закончится, то продолжить свой путь, но уже более внимательно глядываясь по сторонам и глядя себе под ноги. Вот это то, что такое Яма Гандам. Если он приходится внахлёст на Абхиджит Мухурту, опять же, Абхиджит Мухурта не страдает никак. Абхиджит Мухурта страдает только, если на неё нахлёстывается Рахукалам. Тогда этот отрезок, на который Рахукалам идёт внахлёст, он считается неблагоприятным, а остаток Абхиджит Мухурты остаётся благоприятным. Вот это всё, что надо знать о таком промежутке времени, как час упадка сил. В завершение повторю, вот эти четыре отрезка времени, которые есть у нас в каждые сутки, желательно учитывать их влияние в течение каждых суток и соотносить с ними свою активность. Абхиджит Мухурта 24 минуты до полудня и 24 минуты после, итого 48 минут. Рахукалам от часа до полутора часов, иногда до двух часов. Гуликакалам от часу до полутора часов. И ямагантам тоже от часу до полутора часов. Каждый день эти четыре отрезка у нас есть. Берём, изучаем, принимаем в свою жизнь, пользуемся. Если это видео было вам чем-то полезно, и предыдущие видео, и последующие видео, не стесняйтесь ставить лайки. Приглашаю подписываться на телеграм-канал Евгения Йогин. В группе ВКонтакте Евгения Йогин также дублируются ежедневные прогнозы. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok